Вот он двигатель ПС-90А. Детище пермского авиаконструктора Павла Соловьёва давно признано достижением российского авиапрома. В начале 90-х Соловьёв сумел спрогнозировать ситуацию на четверть века вперёд и не прогадал. Двигатель ПС-90А и его модификации сегодня устанавливают на самолёты средней и дальней магистральной авиации, в том числе на лайнеры, которыми пользуются первые лица государства. Этот двигатель вскоре будет установлен на один из бортов специального лётного отряда «Россия» – Управление делами президента. Его парк регулярно пополняется машинами с ПС-90А. Их испытывают на загородной станции Пермского моторного завода. Система пройдёт проверку более чем по 200 параметрам. Здесь моделируют различные ситуации, в том числе и нештатные. «Одна из самых страшных ситуаций в полёте – это помпаж двигателя. То есть двигатель вообще выходит из строя. Мы в процессе испытания выполняем эту проверку штатной. Как себя реагируют двигатели, как срабатывают отсечки все по камере сгорания, как режим восстанавливается». Специалисты вспоминают авиакатастрофу двухлетней давности. Тогда самолёт Ту-204 авиакомпании «Рэд Винкс» при посадке выкатился за взлётную полосу в московском аэропорту Внуково и загорелся. Погибло пять человек. На этом типе лайнеров стоит пермский ПС-90А. Тогда специальная комиссия проводила проверку. «Мы работали как раз ночную смену. Приехало всё руководство. Подняли всю эти документацию, когда проходил испытание двигателя. Когда комиссия работала, к нам претензий практически не было, что двигатель отработал штатно». «По причине отказа двигателя не произошло ни одной администрации. Вообще у нас порядка двух с половиной суток находится здесь двигатель. Потому что испытание двигателя – это не только запуск, это и отладка двигателя, и проверка, и осмотр двигателя, и регулировка параметров. То есть это достаточно сложный процесс». А после испытаний и осмотра двигатель упакуют в транспортировочную тару и отправят заказчику. Вскоре на предприятии приступят к испытаниям двигателей ПС-90А-76. Их будут устанавливать на модифицированный транспортный самолёт Ил-76. Юлия Зыкова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.